А это что это делаете вообще? Песок перемещаем. Зачем? Да потому что он заметает туда. А вообще это разрешено? Конечно. Да? А у кого можно поставить кирить? Ну, бомбом, у кого-то человек будет. Ну, это что? Представитель администрации или кто? Да. А, представитель администрации. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы туда главный? Нет, не я. А что? А зачем это делаете вообще? Мы очищаем кровоток. Для чего? И завал. Какие проходы? Вот так проходы, куда не можем пройти. Если ветер завалил, то иначе выключаем. А это, вы хотите сказать, что это официальный проход? Известное разрешение. Потому что это был официальный проход у вас? Нет, в Азишу. Вот да. Нет, да. С чего это? У нас там жены дома. Давайте говорить не будем. Я здесь живу 40 лет. Жены дома тоже быть. Давайте, я говорю, я здесь живу 40 лет. Здесь не было никогда проходов этих. Вот так вот. Вы выходили через базу. Вы выходили через базу. И так вот. Не было здесь. Здесь были всегда барханы. А потом-то поднялось. Все хорошо. Я понял. Сейчас я... Вы меняете. Я понял. Я понял. Мы там разрешили очистить проходы песок. Хорошо. Едем. Мы не выводим ничего. Я понял. Я понял вас. Это что? Не бархан? С правой стороны GMT-2 разрывают. Говорят, что здесь был проход всегда. На основании этого они получили заказ сделать опять проход. Разрыв дюны. Вот человек себе делает выход к морю. Индивидуальный. А вы уже предоставили документы, да? Нет? Нет. Документы предоставили на разрыв бархана, нет? На администрации. С администрацией. А кто конкретно не скажет, пожалуйста? С администрации. Ага. Хорошо. Отлично. Я понял вас. Ну да. GMT. Мы тут жители. Да. Активные. А мы защищаем дороги и восстанавливаем. Что с барханом сдуло, мы восстанавливаем. А здесь не было дороги. Дорога была одна вон там вот. Вот здесь вот была всегда дорога. Да? Я понял. Ну мы теперь сейчас и выясним как раз. Либо пускай дорогу делают, либо... А барханом никто не рушит. Мы наоборот подсыпаем. Все понятно. Хорошо. Спасибо большое. Тракторист. Разрыто. Вот еще одна разрыто. Участковый наш. Трактор. Ну вот. Муниципальный контроль. Один человек. Здравствуйте. В Анапе сегодня выпал снег. И то, что мы сейчас с вами видим, ну это прям такой трындец. Потому что не везде почищена улица, не везде убрана. Но как оказалось, что техника от администрации сносит дюны на Джимоте-2. И это заявили сами люди, которые этим занимаются. У нас новый генплан принят в городе-курорте Анапа, по которому нельзя трогать дюны. Они находятся под защитой. Но понимаем, что если дает администрация добро, то защита откладывается, наверное, в долгий ящик. Это прям рядышком с центральным выходом Джимоте-2. Это улица Песчаная. Или первый проезд, можно ее назвать. Самые местные жители сегодня вышли и встали на защиту дюн. Ну, сначала разузнали вообще обстановку и ситуацию, что здесь происходит. Потом уже вызвали полицию. Большие молодцы. И администрация, надеюсь, что отреагирует на это действие. Ну, а также вы не проходите мимо этого видеосюжета. Первое надо распространение. Второе надо написать в прокуратуру. Друзья, можете кидать ссылочку на него. Здесь номера транспортного средства зафиксированы. Так же, как и все лица, причастные к данному событию. И вот какая беда. Город у нас тонет. На Арыке нет техники раскопать. Вот вам, пожалуйста, техника делает то, что нельзя по новому генплану. Город в снегу. Город надо расчищать. Техника сносит дюны. Очень большой вопрос. Как так-то вообще это происходит? Друзья, не проходите мимо нашей беды. Очень вас просим. Пожалуйста, сделайте репост. Напишите комментарий. Это очень важно. И если есть возможность, не пожалейте время написать заявление в прокуратуру, чтобы разобрались и издать ссылку на это видео. Спасибо большое всем за внимание. Для меня очень приятно, что сами местные жители Джимате выходят уже на защиту своих дюн. Даже они уже понимают, что без дюн им там будет очень плохо. И вам сюда не захочется ехать. Если у нас от каждого домика, построенного на этих дюнах, будут проходы к морю. Ну, точнее, дюн вообще не будет. А в дальнейшем и пляж исчезнет. Спасибо большое за внимание. С вами был Юрий Озаровский.